Здравствуйте, дорогие друзья, зрители православного телеканала «Союз». Сегодня программа «Я верю» предлагает к обсуждению тему, связанную с природой человеческого дара, человеческого таланта. Действительно, наверное, большинство из нас не раз удивлялись, видя, как некий человек, художник, берет карандаш в руки или кисть, и вдруг на листе бумаги или холсте появляются удивительно выразительные, яркие образы зримого нашего мира. Все мы обладаем в той или иной степени музыкальным слухом, но есть среди нас люди, которые могут эти звуки объединять, организовывать в такие сочетания, которые рождают редкую по красоте музыку, которая воздействует на наши души и сердца. А кто-то из людей наделен особым даром слова. И благодаря этому дару на свет появляются художественные произведения, читая которые, мы учимся сопереживать, сочувствовать, учимся искать истину. Так в чем же природа этого дара? Какие проблемы переживают люди творческие? Вот об этом мы хотели сегодня поговорить. И в гости к нам мы пригласили людей, так или иначе связанных с проблемами и с этой темой. Я хотела бы представить главного режиссера пресс-центра Рыбинско-Углической епархии, автора ряда документальных фильмов Ивана Карпова, художник, преподаватель художественной школы города Рыбинска, Надерта Алексеевна Патрикова, поэтесса, автор замечательных песен и исполнитель этих песен, лауреат многих всероссийских и международных фестивалей и, прежде всего, фестивалей православной песни, Галина Лупандина, художник, резчик по дереву, преподаватель художественной школы нашего города, создатель красивого иконостаса в нашем Иверском храме Юрий Леонидович Первов. Уяснить духовную составляющую всех проблем, которые мы будем обсуждать, мы попросили настоятеля Иверского храма, протеерея Дмитрия Садовского. Наверное, все-таки начать сегодняшнюю беседу хотелось бы с уяснения, что же такое человеческий дар, талант, и как вы расцениваете свой дар в той или иной области искусства. У каждого из нас есть какой-то внутренний мир, но у художника есть способность как-то передать этот мир при помощи своего искусства. Часто человек хочет что-то сказать, но он не может этого сказать. А писатель это сможет сказать. Хотя читатель, прочитатель, я чувствую то же самое. Он рожден таким? Или он это приобрел в процессе жизни? Наверное, все-таки рожден. Я считаю, что художник в какой-то степени проводник духа. Вот мы говорим, там русский дух, там русский пахнет. Какого духа человек? Вот этот дух, это способность выразить и передать, открыть то, что дается духом человеку. Вот это вот и есть талант. От «Возгласа», помните, Айда Пушкин, когда он увидел, когда он написал Бориса Годунова до «Возгласа мастера», как я угадал все это, художник не воспринимает себя как абсолютного автора и творца того, что через него открывается, а как некий проводник, наверное, того дара, того духа, который через него действует. А вот какой дух действует через художника, это большой вопрос. – Кстати говоря, очень хорошо по этому поводу высказалась Юлия Вознесенская, писательница знаменитая, известная, православная. Я не помню дословно, но примерно так. Если в искусстве нет Бога, то вместо Бога занимает его антипод. Поэтому, если говорить о талантливой природе, это вдохновение. То есть дух некий действует на человека, а человек способен этот дух усвоить и отобразить его через себя, сотворчество. Алексей Федорович Лосев, великий русский философ и богослов, мыслитель, он говорил такую вещь, что искусству присуща отрешенность. Вот не искусство, а произведение искусства, а отрешенность от автора. То есть автор, он что-то, через него что-то открывается, но это не совсем автор, это больше, чем автор, если говорить о хорошем, высоком искусстве. Талантливый человек – это тот, который не просто может что-то красиво изобразить или стих сложить складно, а вот именно вот это зерно найти, вот о чем это должно быть изображено, о чем. Вот это очень важно. Я думаю, Бог специально давал каждому из нас свои особые таланты, чтобы мы друг друга любили и ценили. Поэтому тот, кто не умеет петь, ценит певца, тот, кто не умеет творить своими руками какие-то прекрасные вещи, ценит художник. Вот и получается одно целое. То есть мы друг друга нуждаемся. Я думаю, что в зависимости от обстоятельств людям те или иные таланты гораздо более важны, чем таланты музыкальные, чем таланты какие-то науки. Если человек тяжело заболел, то пусть лучше талантливая медсестра сделает ему укол, чем в это время талантливый оперный певец будет петь орё по телевизору или по радио, он просто может не услышать. Сейчас часто прочно ассоциируется талант с некой художественной деятельностью и даже, а в наше время, особенно ещё и с престижностью этой деятельности. То есть часто человек приходит, поступает во ВГИК, скажем, да, и он мнит себя режиссёром. Просто потому, что он занимался тем, что он смотрел кино, он видел, что в этом себя можно проявить. И общество, и родители не дали ему возможность просто узнать, что вообще-то зубной врач – это тоже талант, сапожник – это, между прочим, тоже талант. И, кстати, за то дело, которое ты сделаешь талантливо, ты получишь действительно благодарность людскую, которая ничем не сравнима. Если говорить о родителях, Иван начал говорить, то они ещё детям, которые могут позавидовать, не говорят о том, сколько труда стоит за вот этими талантливыми творениями. Для людей, одарённых, вот их талант и их дар – это что? Труд, счастье, страдания, бремя, что-то ещё как? Вот всё, что вы перетислили, всё это есть. Сестра, сразу же. Можно просто сказать, крест. А если посмотреть на бытие художника талантливого, он всегда тратит больше труда, сил в творчестве, чем простой ремесленник. Потому что он действует иначе, он ищет правды. У него один только есть элемент, инструмент, сам говорил, не то. Вот если он делает что-то, ведь это не то, и это не то, а что-то он не знает, он ищет этого. Если сделать то, что требует заказчик, это будет ремесло в какой-то степени, может быть талантливо сделано, в какой-то степени талантливо. Это не будет то, к чему стремится талантливый художник, который имеет дух от Бога. Ему приходится очень много вкладывать в свою вещь. Для него она в какой-то степени бесценна, потому что сейчас его жизнь, сейчас его сердце, души. И как её предложить кому-то, и как вот это всё сонунести с какой-то проблемами житейскими человеку. Потому что я считаю, что это крест. Многие хорошие, талантливые художники, они могут ведь пойти по пути стоимости, ремесла и потерять свой талант. Перестанут быть теми, для чего они призваны. Сойдут со своего креста. Вот мой учитель, помню, в училище рассказывал так мимоходом, что практику он проходил в Богородском селе. И так же вот упомянул, а я там испортил руки. Для меня это было непонятно, как это так. Виртуоз, который учит нас в резьбе, творчестве, вдруг он говорит про себя, я испортил руки. Вот так. А когда я сам оказался в Богородском селе, я понял, что вот то ремесло, которое наработано веками, оно имеет определённую инерцию. Оно формирует человека уже в определённом векторе. И постепенно руки начинают самостоятельно делать то, что ты не контролируешь собственной волей. Они начинают производить довольно механические действия. Это будет очень грамотно сделанная вещь. Это будет очень даже красивая вещь, сделанная в традициях. Но определяется граница, за которую ты уже не можешь выйти. Образуется сопротивление. И оно тебя в него отпускает. Оно даёт тебе определённый запас знаний, ремесла, даже искусства. Но оно же ставит границу. Вот это клише образуется, штамп. Поэт Андрей Дементьев как-то сказал, опять же, недословно всё это воспроизведу. Пусть кто-то гениально играет на флейте, но ещё гениальнее слушали вы. То есть очень важно, конечно, какая аудитория и как тебя воспринимают. И многократно приходилось наблюдать совершенно равнодушные лица в зале. И никакой реакции ответной на то, что ты делаешь, на то, что ты спел, прочитал стихотворение. И, конечно, это тоже немаловажно. Я не знаю, насколько здесь оттенок ремесленничества какой-то проявляется. Я не могу сказать. Это можно назвать? Но это, простите, пожалуйста, есть такое слово, сейчас в последнее время очень избитый, энергообмен. Вот, наверное, в данном случае он налицо. И вот люди, которые слушают, это очень чётко понимают. Наверное, искренне ты делаешь, неискренне. И вложу ты душу в то, что ты показываешь или нет. Интересный момент, потому что в племенном ремесле существует такое понятие сопротивление материала. Когда ты работаешь, дерево реагирует определённым образом на твои усилия. Возможно, зал – это тоже в какой-то степени материал, с которым работать. Естественно, люди – это тоже материал своеобразный. И мы сами на теле. Телефонская поговорка, а там ремесло было на очень высоком уровне, да и сейчас, она звучит так. Резец настоящего мастера должен быть слегка туповат. Казалось бы, абсурдная вещь. А когда задумаешься, становится понятно, действительно, когда резец очень острый, сопротивление материала меньше, и ты его не слышишь. Когда он постепенно, чуть-чуть при работе тупеет, сопротивление возрастает, и я слышу его, то, что он хочет. Иногда так очень помогает. Это хорошая мысль. Мне кажется, что мы все немножко, если говорить о талантливых людях, как-то немножко туповаты в отношении замыслов. Сопротивление, особенно в наше время, и того же людского, людей, всех других, слушателей, ваших зрителей, оно на самом деле очень колоссальное, это обстоятельство современной жизни. И поэтому сейчас, конечно, мне кажется, что бытие художника, оно трагическое. Оно всегда было трагическим, но в наше время сугубо. Потому что на самом деле они слышат, и не могут слышать, и не видят, и не могут видеть. Потому что вот отупило сердце, одебелилась душа. Мне кажется, что вот в этом случае в любом художнике с большой буквы должна происходить какая-то борьба, какой-то выбор. Или на потребу делать, либо же следовать каким-то внутренним своим установкам. Сам талант, он тоже имеет талант. Вот один талант, у кого-то на этот талант пять талантов, у кого-то на этот же талант десять талантов. И вот каждый человек одаренный талант, он должен в себе разобраться. И может не судить так строго, что человек там пошел по пути ремесленничества. Он понял, что тут его талант один или два. И быть самодостаточным в этом. Я вспоминаю творчество Крамского. Это гениальный художник, который нашел свой путь в портретном искусстве, в русском реалистическом. Новый подход нашел. А почитать его житие... А он был коммерческий художник. Он работал исключительно в заказах, чтобы прокормить свою семью, своих детей. И он не считал это зазазорным. Был заказ, и он его честно и добросовестно выполнял, как мог. Мне кажется, сейчас характер заказа изменился, вот в наше время. Что сейчас приходится выбор-то делать порой. Не в том плане, что вот заработать на пропитание, но при этом еще переступать какую-то моральную и нравственную черту, духовную черту. Это и проблема роста, и в то же время это проблема деградации. И так, и так, может быть. Вообще ничего плохого в ремесленничестве нет. Очень даже здорово. Когда человек прекрасный ремесленник, и делает свою работу добросовестной, прекрасной, востребованной его работой. Однозначно востребованной. Почему-то в русской культуре ремесло всегда ставится ниже уровня. Вот, к сожалению. Насколько я помню, существовал такой момент, когда не очень успешные ученики академии в 19 веке переходили в разряд лепщиков, в разряд декораторов, еще там какой-то. Это считалось, ну, не состоялся он как великий художник, не получился из него там Семирадский или Репин. А вот здесь вот он нашел свое применение. Он прекрасно делал лепнины по фасадам. А что такое этот лепщик? Когда архитектор подходил с песком бумаги, делал ему пером легкий картуш, ему было достаточно, чтобы картушу уплатить уже в объеме. Вот уровень ремесла. Но, тем не менее, вроде как-то вот считалось, что ремесло, оно ниже. Ну, потому что художник, тот, который талантливый, он нечто новое создает сам, первый, единственное, неповторимое. Сам не знает, что получится из-под его кисти. Он вот, изумительно, обоплотить то, что задумал художник. А идею ему дали. Идею, может быть, даже и дали. Вот это опять к тому же, что вот та идея, которая заложена должна быть в стих, в красивую линию, в красивую композицию. Вот это очень важно. И здесь, конечно, вот художник, находясь в лоне православной церкви, он будет создавать произведения, которые будут способствовать развитию духовному. Ответственность художника за то, что он творит. Вот хотелось бы, да, об этом еще поговорить. В обществе, мне кажется, у нас сейчас возникла вот такая ситуация, что искусство начинает играть не положительную роль, а часто отрицательную. Является оно искусством, не является ли искусством в этом случае. Вот совсем недавно, случайно, по ТВ-центру, я услышала дискуссию, которая называлась в форме вопроса запретить ли искусство, запретное искусство, возможен ли он. И там речь шла о том, что если люди не хотят оскверняться, не хотят пойти в этот данный музей, на данную выставку, не хотят посмотреть этот фильм, не хотят услышать эту музыку, ну и, пожалуйста, не ходите, не слушайте. Выход ли это в данном случае из ситуации или нет? Какая-то музыка полезет к тебе в дом, через телевизор, через компьютер, через радиостанции. От этого мусора никуда не денешься. В нашей стране понятие вот этого искусства, как самоцели, пусть даже, ну, то, чем потом стало академическое искусство, его не было где-то до середины 17 века все-таки. У нас даже иконописцы считались такими, ну, ремесленниками. И единственная задача была художника, будь то распевщик, будь то иконописец, это некие образы горнего мира делать доступными для воспринимающего. Современное искусство имеет часто все атрибуты идола. Мы имеем то, чему мы поклоняемся физически. Ну, эстетическое удовольствие от чего-либо, что не несет в себе смысловую нагрузку положительную, является поклонение идолу. То есть мы поклоняемся ему в духе, скажем так. И это поклонение очень притягательное для людей. Надо же кому-то кланяться. Идолов мы изобретем. Вот у нас сейчас есть современные идолы, которым человек кланится. Иначе он по-другому не может существовать. Или он будет в Боге, и он будет знать предмет поклонения, или он будет кланяться чему-то другому. Если это не Бог, соответственно, мы имеем то, что мы имеем. Мне кажется, что все-таки добавить к этому я хотел бы, что все-таки бывает, что написана икона, она написана профессионально, хорошо, в каноне, все вот, ну, икона написана. Это вот она воспринимается как некое духовное творчество. Часто бывает, что таланта там не чувствуется. Некий образ неживой какой-то, нет отзыва. А бывает пейзажик написан, да, вроде как для развлечений, вроде как для эстетики. А вот в нем чувствуется Бог, в этом пейзажике. Какое-то вот сердечное такое отношение. Мало того, я знал людей, которые, им не давались иконы. Вот они пытались иконы написать, не давались. А пейзаж замечательный. Проблема нашего времени, нашего, что мы как бы народ, а как бы и не народ, русскоязычное население. Столько у нас разных вкусов, взглядов, отношений. Поэтому вот одним это, другим это. И, так сказать, не ходите, не смотрите. Нет единого духа. Вот религия, да, это связь. Если искусство, оно соединяет, оно религию. Это связь. Человек гораздо больше, чем он хотел бы быть. Это и хорошо, и плохо. Но это так. И талант отсюда черпается. И хороший, и плохой. Это талант, служащий добру и злу. Можно сказать, что Давид был поэтом, да? Но эти стихи изгоняют бесов. Можно говорить, что Андрей Рублюк был художником. Но эта икона исцеляет больных. А тот этюдик, который вы говорили, он греет душу? Греет, очень греет. То есть польза есть? Да. Я как раз не говорил, что мне очень сложно как раз разделить. Внешне формально легко, а по духу очень сложно разделить. Потому что бывает, что даже и какая-то рок-песня, там, скажем, рок-культура, как бы для церкви, вещь, ну... Не совместимы. Не то, что несовместимы, а очень подозрительные по ряду причин. Навязчивость, навязчивость. Такая, понимаете, всё-таки хорошее искусство не навязывается, не давит. Ну вот Бог не давит ни на кого же ведь из нас, верно? Он терпеливо ждёт. Так хороший художник, он тоже не давит. Он не может, правда ведь? Кино хорошее, картина хорошая. Она как бы предлагает, вот смотри. И всё равно бывают рок-какие-то песни, которые только из сердца. Вот что-то коснул Бог сердца этого человека, и он коснулся нашего сердца. Свободу творчества. Художники часто очень пропагандируют эту свободу, свободу самовыражения. Вот в этом смысле кто кого ведёт куда. Публика диктует, художник диктует публике. У искусства есть такая сторона, что человек начинает видеть глазами Шишкина. Например, вот мы с ребятами съездили на выставку Шишкина. Мы вышли на набережную отрасли Ярославля, и видим Ярославль глазами Шишкина, его графикой, его колоритом. И так вот хорошее искусство, оно помогает человеку осознать этот мир правильно, что ли, вот с какой-то такой хорошей, правильной позицией. Та же хорошая песня, она будет звучать в наших ушах после того, как... А как быть с плохим-то искусством, а его вообще нет? Мне кажется, что свобода творчества – это самооправдание. Этим оправдываются эти люди, которые хотят себя проявить именно в каком-то творчестве, а у них, может быть, именно этого дара, творческого дара и нет. Человек хочет быть художником, а он не может. Я всю жизнь мечтала нарисовать лошадь, но у меня, простите, пожалуйста, всегда морда крокодилей получалась. Ну, честное слово, у меня мечта была в детстве. Ну, не дано мне. А кто-то хочет, может быть, петь, не получается. Кто-то хочет стать художником – не может. Но настолько вот желая человек быть заметным и признанным хотя бы в какой-то творческой области, что он что-то такое вот придумывает, но чего доселе не было, чтобы его заметили. И вот такие же люди наверняка в качестве зрителей, его почитателей, признают его талантливым. То есть людям тоже хочется себя как-то проявить. И, может быть, это ещё, кстати, какая-то гордость. Потому что если я вот в этом человеке непонятно, что изобразившим, не признаю таланта, скажут про меня, что я серый, необразованный человек и не могу понять прекрасное, и не принимаю новое. Беда в том, что, ну, бог с ним, если это что-то нейтральное. Но если человек, самовыражаясь, начинает изливать всю грязь, которая у него в душе, тут уже проблема общественной значимости того, что он творит. Поэтому и в той вот дискуссии, о которой я говорила, поднимался вопрос, возможно ли ввести какую-то нравственную, моральную, духовную цензуру, вот с вашей точки зрения. Имеет это смысл? Вообще реально ли это? Настоящий, мне кажется, не очень реально, потому что стёрлись границы прекрасного. Тоже согласен совершенно. И мне кажется, понимаете, ещё такая вещь, вот, как ни странно, когда сейчас она как бы максимальная свобода, самовыражение, а нечему выражаться-то бывает часто. Почему-то это гиростратовая слава, постоянный, значит, элемент современного искусства. Потому что легче сжечь, легче обсмеять, берут Пушкина и самовыражаются. Берут ещё что-нибудь великое, и вот на этом фоне, когда я это умораю, порчу, вот я заметен. Легче сжечь, нарушить это табу, что-то показать недостойнее, прилично, но прославится. Сейчас такая тенденция, мне кажется, наметилась в прочтении русской классики. Либо её вообще не читают, потому что там нужно что-то думать, мыслить, переживать. Либо пытаются таким образом поставить в спектакль или там снять кино, чтобы показать современное прочтение. И вот это современное прочтение, на мой взгляд, бывает уж очень далёким от оригинала. Люди идут в профессию, которая вроде бы престижна, не имея в этом никакой духовной тяги к этому, скажем так, а имея чисто желание выделиться. Они начинают как? Своего ничего не придумаешь, естественно. Значит, брать какого-то автора, это ещё с автором связывается, легче взять классику. Тем более, что её все знают, и себя показать более-менее образованным человеком, что я ещё могу эту классику переосмыслить. Но на самом деле они просто обнажают себя, и мы видим, что у них внутри. Ну, для тех, кто это разбирает. Для кого-то это всё может быть и красивый костюм, а для нас это голый король, по сути. – Большинство людей ходят, смотрят и пытаются что-то высокое здесь найти, что-то оценить, серьёзные критики размышляют, рассуждают, а король-то действительно голый получает. – Какой критерий того, что они там ищут, вот хорошо это или нехорошо, даже тоже прочтение классики? Никакого критерия нет. Человек потерян, ему отфильтровали все мозги телевизором, чем угодно, там просто разучают человека мыслить. То, что сейчас происходит с нами, вот это называется постмодернизм. То есть то, что после модернизма, когда человек вообще всю веру потерял. – Обломки. – Они обломки. И вроде во всё можно верить, всё можно делать. А во что во всё? Как это можно? – Некритерий. – Вот, да. – А где там критерий есть? – Деньги? – Нет, но деньги, да. – Да, но вот в чём сознание изменилось? То есть если вера основывается, вот человек, которым верить может, он основывается на каком-то, ну как бы сказать, на какой-то реальной объективности чего-то, вся бы одному, то философия постмодернизма подводит главный принцип жизни и вообще существования мира – это игра. И даже если мы сейчас, даже часто верующий человек не замечает, как он вот с этим мышлением уже приучен к нему часто, он относится к этому как к игре, как к серьёзной игре, в которой можно играть до смерти, но как и к гре. – Игра – это как раз противорезно какого-то веры, потому что… – Да, но это подмена. – Я думаю, даже не подмена, а какое-то противоположное. Игра – то, что условно, а вера – то, что безусловно. – Вы знаете, так к нам приходит, вот сейчас очень много говорят про генномодифицированные продукты, и, кажется, вот это можно отнести к генномодифицированному искусству, потому что то, что сейчас происходит, вот это вот уже вхождение компьютерной графики, компьютерных образов, 3D, ещё каких-то систем, они вытесняют всё человеческое, что было в искусстве. Идёт пластмасса. – В прошлом году я попыталась записать так называемую минусовку, ну то есть музыкальное сопровождение для своей песни. И меня познакомили со специалистом, который эти вещи делает. Я пришла к нему, я спела песню, он послушал, говорит, слушай, вот это с ритмом что-то не то. У меня компьютер не ловит твой ритм музыкальный. – Не формат. – Не формат. Ты тут полтакта срезала, а тут что-то прибавило. Я говорю, я так написала. У меня компьютер не может. В чём суть вот этого явления этих Дмитриевских. – Так вот это проникновение вот этой вот культуры компьютерной. – Ну вот это да, конечно. Мне кажется, что я согласен полностью, в общем-то, с этим рассказом, что вот это, как всегда, бывает вместе. Свобода и несвобода. То есть свобода внешняя, полная, и несвобода внутри души не способна что-то передать, потому что душа самая или живая. Бывают вот возможности такие колоссальные, с помощью капитализации, которые даны, при этом какая-то тупая ограниченность, которая абсолютно исключает какую-то возможность вот сделать то, что хочешь. И вот эти вот парадоксы, они совершенно для нашего времени характерны. Но если говорить вообще-то по большому счёту вот о талантах, о искусстве, мне кажется, всё равно есть великий художник этого мира, Господь наш Бог. Творец. Творец, да. Который сотворил нас по своему божьей подобию. И мы призваны все творить. Призваны. Нет неталантовых людей. Просто другое дело, что если забываешь Бога, то некоторые вещи становятся неважными, вторичными. И я за то, чтобы наше творчество было Бога духовновенно, чтобы мы... А для этого надо смириться. Как не парадоксально. Главная опасность творца, который забывает Бога, это опасность сатаны, который был в сравнении с нами гораздо более совершенным существом. Но забыв Бога стал абсолютно, как бы сказать, замкнутым в себе, не понимающим то, что происходит. А лжецом. Лжец. Вот тот самый компьютер, который не может иначе. Уже не может иначе. И поэтому, мне кажется, вот это какой-то такой центр бытия, если о творчестве говорить. Вот. Либо мы послушны Богу, и тогда мы с вами призваны на свои один, два, десять талантов, приложить ещё столько же или больше. Либо мы, забывая Бога, закапываем наши таланты в землю, которая сгорит. И где выход? Служиться Богу. Мне хотелось бы сказать большое спасибо за участие в этой беседе, в этой дискуссии. Я думаю, что мы ещё встретимся, чтобы обсуждить и эти, и другие темы. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»